Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня у нас 28 глава, которая содержит в себе 28 стихов. Главная мысль этого повествования, именно этой главы – «Вот страх Господен, есть истинная премудрость». Сейчас люди чаще испытывают человеческий страх. Им кажется, какие мы умные, что мы поступили так-то и так-то, беда нас не коснется. Но все это пустота. Человек должен прежде всего бояться Бога. И этот страх Господа, он возникает от любви к Богу. Казалось бы, любовь и страх – понятие совершенно противоположное. И даже в Библии сказано, в любви нет страха. Но все-таки в любви есть страх. Это страх, когда отец берет впервые на руки ребенка, и он боится что-то сделать не так. Страх рождается от любви, но это не тот панический страх, который никак не связан с ней. Итак, что мы здесь видим? С 1 по 11 стих идет такое рассуждение, как усердно сыны человеческие ищут мирское богатство, какие усилия прилагают, какие хитроумные планы придумывают и какому риску подвергают себя, чтобы обрести его. Об этом с 1 по 11 стих 28 главы. Далее 12 стих. Он свидетельствует о том, что цена мудрости весьма велика. Имеется в виду нечеловеческая мудрость. Человеческая мудрость, она преступна, глубоко преступна. Что только не изобретут, оборачивают во вред человеку. Но подлинная мудрость, она другая. Она несет свет, она несет жизнь, она указывает путь. Она неоценимо высока. Об этом с 15 по 19 стих. Место, где она находится, сокрыто. Об этом 14, 20 и 22 стих данной главы. То есть, есть мудрость, которая сокрыта в Боге. Об этом с 23 по 27 стих. А есть мудрость, которая явлена сыном человеческим. Об этом 28 стих. Мы должны ограничивать исследование давних событий в том смысле, что не все полезно для человека и побуждать себя к исследованию недавних событий. Потому что, когда мы говорим только о глубокой древности, это очень как бы отстранено от нас. А ближайшее к нам время здесь есть возможность рассмотреть и свое, как положительное, так и дурное участие. Итак, с 1 по 11 стих здесь говорится, как усердно сыны человеческие ищут мирские богатства, какие усилия прилагают, какие хитроумные планы придумывают и какому риску подвергают себя, чтобы обрести их. И мы читаем с 1 стиха и ниже. Так у серебра есть источная жила и у золота место, где его плавит. То есть здесь говорится о том, что да, есть места, где много серебра и есть места, где много золота, которые тут же переплавляют. То есть обозначено то, что есть богатство земли. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. «Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной». Здесь говорится о том, что есть не только золото и серебро, но есть и более полезные металлы, железо, медь, то, что можно использовать для обустройства настоящей жизни. «Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной». С одной стороны, здесь может говориться о кремневом камне, с помощью которого высекается огонь, чтобы положить предел тьме. камень. Но в аллегорическом, более глубоком прочтении камень, который освобождает нас от мрака и тени смертной, это Христос, который пришел, чтобы народ, сидящий во тьме и тени смертной, узрел бы свет. Четвертый стих и ниже. «Вырывают рудокопный колодец в местах, то есть делают шахту, как бы сейчас сказали, шахту, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей». Ну, немножко непонятно, забытых ногою. В шахтах люди не ходят, они там ползали или они были подвешены и их ноги ни на что не опирались. «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыто как бы огнем». Действительно, когда сеют хлеб, как правило, это место, на которое много раз сеяли хлеб. И закон Божий устанавливает, что надо отдавать отдых земле. Она истощается. Камни ее, место сапфира и в ней песчинки золота, то есть в земле богатство. Но богатство обязательное для всех – это хлеб, без которого человек не может существовать. А то, что необязательно, это сапфиры и в ней песчинки золота. Везде, где бы люди не искали золота, они могут его находить, но надо в таких микроскопических песчинках. Стези туда не знает хищная птица. Хищная птица – это образ эксплуататора, злодея, потому что все стези к богатству мира их делают и обнаруживают простые труженики. И не ведал ее, то есть этой земли, где хлеб, где сапфир, где золото, глаз коршуна, коршун – это агрессор, тиран, который берет чужое, что обнаружено другими. Не попирали его скимны и не ходил по ней шакал. Шакал – это образ такого мародера. И вот эти скимны и шакалы – это образ военно-промышленного комплекса, который всегда обогащается на человеческих страданиях. Любая война – это очень выгодное предприятие для людей, которые представляют военно-промышленный комплекс. Это потомки Тувалкаина, первого ковача из металла, орудий, убийства. На гранит налагает он руку свою, здесь говорится о труженике, с корнем опрокидывает горы. Имеется в виду, что сначала налагают руку на гранит, а потом, когда это делают много и много раз, могут опрокинуть целую гору. А не в том смысле, что кто-то там только рукой касается, а кто-то берет и гору переворачивает. Конечно, нет. В скалах просекает каналы, и все драгоценное и все драгоценное видит глаз его. То есть человек делает такие шахты, просекает целые каналы, то есть туннели делает в скалах, и он видит драгоценности, которые сокрыты. останавливает течение потоков и сокровенные выносит на свет. То есть он откачивает воду, грунтовые воды, воды в скальных породах, и то, что он добывает своим трудом, выносит наверх, ну а тут появляются все эти коршуны, все эти шакалы, мародеры, скимны. Итак, здесь мысль, что страх Господен должен присутствовать в нашей жизни перед величием того, что Бог дает нам возможность разрабатывать и добывать на этой земле. И всем нам важно выстраивать правильную иерархию ценностей. И мы читаем Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 по 48 стих. «Еще подобно царство небесное сокровищу скрытому на поле, которое найдя человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который найдя одну драгоценную жемчужину пошел и продал все, что имел и купил ее, еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев хорошее, собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Итак, здесь в этой притче говорится о том, что труд он может увенчаться успехом, и это все сравнивается с Царствием Божиим. Но Царствие Божие – это труд не ради наживы, а труд ради Господа и ради того главного, в чем мы действительно нуждаемся, когда мы выстраиваем правильную иерархию ценностей и понимаем, что нам нужно, а что и нет. в послании к филиппийцам 3 глава 8-9 стих первоверховный апостол Павел пишет, «Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался» То есть ему не нужны эти сапфиры, это золото, это серебро. Для него, то есть для Господа, я от всего отказался и все почитаю за ссор, то есть за мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Да, люди ради богатства, они штурмуют горы, они штурмуют землю, делают шахты, спускаются в глубины, откачивают воды, но это все призрачное богатство, подлинное счастье человеческой жизни, это исполнить Божье предназначение относительно себя самого и разгадать, в чем заключается это божественное предназначение. Далее 12-13 стих говорится о том, что цена мудрости весьма велика. Здесь такая параллель, люди употребляют такие усилия неимоверные, чтобы добывать сапфиры, золото, серебро, но все это глупости по сравнению с подлинной мудростью. И мы читаем 12-й стих. «Но где премудрость обретается и где место разума?» Вот этот вопрос должен волновать верующего человека, а не вопрос, где накопать золото, серебра, где найти сапфиры. «Но где премудрость обретается и где место разума, не знает человек цены ее, то есть божественной премудрости, и она не обретается на земле живых». Божественная премудрость – это сам Христос. Далее говорится о месте, где она, премудрость Божия, сокрыта. Об этом 14, 20, 22 стих, и мы читаем с 14 стиха и ниже. «Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня». Да, в безднах земли можно найти золото, серебро, сапфиры, в морских глубинах можно добывать жемчуг, но не там, мудрость Божия. «Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра, не оценивается она золотом афирским, ни драгоценным аниксом, ни сапфиром, не равняется с нею золото и кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота, а о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов». То есть очень важно, когда люди выстраивают правильную иерархию ценностей. И вот апостол Павел был таким человеком, который, выстроив правильную иерархию ценностей, он сказал, что все почитает за ссор, за мусор, ради превосходства в Иисусе Христе. «Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она, откуда же исходит премудрость и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаина, птицы небесные это вот эти хищники, мародеры, падальщики. А Вадон и смерть говорят ушами нашими слышали мы слух о ней. То есть ад даже не приближался к этой премудрости. И далее Иов рассуждает о том, в частности, что есть премудрость, которая сокрыта в Боге. Вот ее надо искать. Это подлинное богатство, к нему надо стремиться. И мы читаем с 23 по 27 стих. Бог знает путь ее, и он ведает место ее, ибо он прозирает до концов земли и видит под всем небом, когда он ветру полагает вес и располагает воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он, то есть Бог, видел ее и вил ее, приготовил ее и еще испытал ее. И так подлинная премудрость это Христос, Бог и человек, который был искушаем в пустыне, который претерпевал страсти и всецело подчинился воле Бога, сказав в Гефсиманском саду, впрочем, не моя твоя воля добоет. 28 стих свидетельствует о том, что есть мудрость, которая все-таки явлена сыном человеческим. И мы читаем этот стих и сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость, страх Господень это боязнь нарушить волю Бога и удаление от зла разум. Зло оно небытийно, поэтому те, которые связывают себя с ним, они потерпят глубокое разочарование. Бытийно только то, что вечно бытийно, и это та мудрость, которая дается нам через божественное откровение. Святитель Иоанн Салтаус пишет «Ничто не сравнится с этим искусством, нет ничего сильнее этой премудрости, начало мудрости, страх Господень, доброе разумение у всех творящих ее. Вот величайшее благо, вот величайшая мудрость почитать Бога, не заниматься пустыми делами, не судить и не требовать отчета за происходящее, не думайте обрести иную мудрость». Этими словами Златоуста мы заканчиваем сегодняшний обзор 28-й главы книги Иова Многострадального. НО Многострадального. Продолжение следует...